Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем карьеру за игрока FIFA 23. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рада всех там увидеть. Ну что ж, друзья, сегодня у нас очередные три матча, играем дома мы против рейдинга, и также заканчиваем летнее трансферное окно, по этому поводу после матча я расскажу вам. Выездная игра против Блэкпула и домашняя против Бирмингема. Рассказываю ситуацию. Я начал карьеру за игрока, лично еще и для себя, чтобы немножечко обогнать, не на запись, чисто для себя. Так вот, начал я за Венецию, отыграли мы претезонный турнир, и мне сразу же пришло предложение от Баварии. Я не выставлял себя на трансфер, просто меня вот так вот решили подписать. Здесь интересно все-таки конец летнего трансферного окна. Может быть, кто-то действительно мной заинтересуется, потому что... Потому что у меня за 6 матчей, 5 плюс 5, шикарная статистика, мы не участвовали... Или участвовали, да, вот мы участвовали в товарищеских матчах, они сюда не идут, кстати, да, что они неофициальные. Поэтому все. У меня 5 матчей в чемпионшипе, 5 голов в среднем и 5 голевых передач. То есть вот этот матч в Кубке Карабана немножко статистику подпортил. Замечательная характеристика у нас. Средняя оценка в чемпионшипе 8,3. Уже сделал плюс 7 к рейтингу. Поэтому я надеюсь, что может быть какая-нибудь слабенькая команда, но из премьер-лиги мной заинтересуется и меня вот подпишет. Ну а сейчас у нас игра против рейтинга. Они идут на 15 месте, мы на втором. Делим первую строчку с Норвичем, у них получше разница мячей. Поэтому надо продолжать играть в том же духе, в котором мы играли в прошлый выпуск. И занимать единолично на первое место. Тем более еще и играем дома. Состав в наших ранах. Поехали. Ну что же, мы дома. И задание на эту игру. Оценки ниже 8,5. Обводки и не проиграй. Давайте возьмем обводки. У нас дождливая такая английская погода. Поехали. Баба Рахман, наверное. Мейте. Мейте с мячом. Удар. И угловой? Нет. Выше ворот. Отлично. Пас Хендрик. Удар. И забивает рейтинг. Снова же тут первый удар в створ. И мы пропускаем. Ну вот как здесь вообще оборона сейчас действовала. И снова же вратарь. Что с нашим вратарем, я вот понять не могу. Хендрикс забивает свой дебютный гол в этом сезоне в чемпионшипе. Неплохо Дозель. Волкер. Над Дикса. И Дикс, либо Дайкс, забивает. Это у нас голевая передача. 69-я минута. КПР сравнивает счет. А тут Волкер. Ну просто останавливает. Естественно, это штрафной удар. Харри Волкер мяч вперед немножко так пробрасывал. И будет штрафной к мячу. Я не знаю, кто там подошел. Будет, наверное, сам бить. Удар Йохансена. И над девяткой мяч пролетает. Финальный сесток и голевая ничья у КПР дома. Еще и КПР проигрывал по ходу встречи. Но вот Дайкс забил решающий гол. Сравнял счет. И ничья 1-1. Игроком матча признан Харри Волкер. Он отдал голевую передачу. Ну и за матч мы не выполнили только лишь рейтинг матча. Итак, после очередной тренировки мы получаем 10 уровень. И давайте пойдем разблокируем какие-нибудь еще характеристики. Так, ну я бы прокачал разгон. Точно 2 очка навыка отдаю. Ну а второе, давайте силу удара мы прокачаем. Итак, 10 часов остается до конца летнего трансферного окна. Будем ждать какого-нибудь возможного предложения. Ни одного предложения мы не получили. И заканчиваем летнее трансферное окно. Так, ну и Мунис признан игроком месяца в чемпионшипе. Игрок Миддлсбро. Да, вот он из Фулхма, но в аренде в Миддлсбро. Вот, хоть и Волкер был единственным игроком из КПР в кандидатах названия игрока месяца. Но вот, к сожалению, им не стал. Сейчас у нас игра против Блэкпула. Мы опустились на 13-ю строчку. Ну вот, выиграли бы мы Рейдинг и обогнали бы Норвич, который тоже потерял очки. И сейчас у нас уже три команды, которые делят первое место. Норвич, Престон и КПР. И у нас самая худшая разница мячей среди этих трех команд. Играем против Блэкпула. На выезде у них 7 очков. Идут на 17-м месте. Но вот, надо сейчас постараться. Одержать первую победу в сегодняшнем выпуске. И, кстати, Дайкса нету в старте. Уиллок в нападении. Выездная игра. Для КПР. И вот задание на этот матч. Оценка ниже 8.5. Не проиграть. Забить гол или отдать голевые передачи. Но я даже не знаю. Давайте попробуем не проиграть. Можно на него, конечно, отпасовать. Волкер. Пас еще и может быть голевой, но нет. Отличная, кстати, была подача. Могла что-то из себя представлять. Опасность Уолкера, кстати, на подаче. Здесь штрафной. И голевая Уиллок забивает. И это уже седьмая голевая передача Уолкера в седьмом матче чемпионшипа. Вот отличный ассистент. Харри Уолкер. Если и не бомбардир, то как минимум отличный ассистент. 5 голов и 7 голевых передач. Доггл. Пас в центр. Здесь Яц. Еще дальше. И забивает. Аруа. На 77-й минуте Блэкпул сравнивает счет в матче против КПР. В сторону штрафной. И какой момент забивает Какай. И 87-я минута в этой атаке мы не отличились ни голевой передачей. Но вот так вот забивает КПР. И снова выходит вперед. Забивает Осман Какай на 87-й минуте свой первый гол во втором матче чемпионшипа. Финальный свисток. Минимальная выездная победа КПР над Блэкпулом. Дважды приходилось КПРу выходить вперед в этой встрече. У Волкера голевая передача на победный гол. Ну и героем встречи, лучшим игроком матча становится Какай. 8-2 у него оценка. Он забил победный гол. И последняя игра на сегодня. КПР против Бирмингема. Мы на втором месте. Норвич потерял очки. Но вот мы с Престоном делим первое место теперь. КПР на втором месте. Бирмингем на пятнадцатом. Снова, казалось бы, мы должны лидерски отыграть этот матч. Играем еще и дома. Но вот посмотрим Дайкс. Сегодня снова в стартовом составе. Ну а составы в наших экранах. Поехали. Задание на финальную сегодняшнюю игру. Оценка не ниже 8-5. Не проиграть. Два удара по воротам нанести. Давайте постараемся не проиграть в матче. Плюс еще взяли поверх того, чтобы точно выиграть. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот он, отличный момент сейчас. И голевая передача на Доделя. Третья голевая подряд. От Волкера в сегодняшнем выпуске. Просто замечательно. В среднем в каждом матче Волкер отдает по голевой передаче. Но сейчас у нас за три матча реально три голевые в каждой игре. Замечательно. Дозель забил еще и свой дебютный гол в сезоне. Опасные моменты. И Бирмингем сравнивает счет. 16-ая минута. Динни забивает. Если я не ошибаюсь, он раньше в Уотфорде играл. Еще в АПЛ. Так, Дозель отлично. Волкер. Ах, а какой голешник! Я даже не мог подумать, что Волкер забьет такое. Но 21-ая минута. Волкер дальним ударом выводит вперед. КПР сегодня. Гол плюс пас. И первый гол Уолкера сегодня. Еще раз смотрим. Дозель оформляет голевую передачу. А здесь Швидой. Вот так вот забивает Уолкер. Ну, замечательно. В стиле Рикарду Куарежмы забивает Харри Уолкер свой, если я не ошибаюсь, шестой гол в чемпионшипе в этом сезоне. Йохансен отлично забрасывает на Уолкера тот. Ну, отлично. Подработал, пробил и забил. 3-1. Уолкер забивает сегодня дубль. Еще и оформил голевую передачу. Замечательно. Дайкс. Увидел забегание Уолкера. Отлично. Уолкер. Точный пас на Дайкса. Дозель. Удар. И 4-1. 40-ая минута. Ну, в этой атаке мы отдали, так сказать, предголевую передачу. Но Дозель тоже забивает сейчас дубль в этом матче. Передача на фланг. Еще и с нерабочей ноги решил Уолкер отыграть. Подача на Кантеро. И голкипер наш справляется. И Уолкер. Какой шикарный подкаст-то сейчас. От Вингера КПР мы увидели. А вот теперь Уолкер сам бежит в атаку. Только что отобронялся. И сам продолжил атаку своей команды. Шадипо. Отлично, как сейчас пробил. Так, Дини с мячом. Пасует на Джеймса. И здесь прямо во вратаря мяч прилетает. Будет угловой. Подает Бирмингем. Здесь справляется Дайкс. И мы в контратаку можем сейчас отлично убежать. Уолкер. Отлично справляется. И сам дальше Уолкер проходит. Что это будет? Хэтрик сейчас? Уолкер! Нет. Руди справляется. Не дает забить хэтрик молодому дарованию КПР. Будет угловой. Уолкер подобрал мяч. Движется уже в сторону подачи и голевая передача. Шадипо забивает 5-1 счет. Уолкер 2 плюс 2. Оформляет за этот матч еще 14 минут до конца основного времени этого матча. Отлично тот проходит. Пасует на Дини. И здесь был офсайт. Финальный свисток 5-1. Громит КПР у себя дома Бирмингем. Отличный матч провел Харри Уолкер. Забил 2 мяча. Отдал 2 голевые передачи. И игрок матча. Естественно у него 10-0 оценка. Супер. Так. Ну и мы прокачали еще и уровень. Я так понимаю у нас 12-й теперь. Или мы идем только к 12-му. И все 3 задачи тренера на эту игру мы выполнили. Так. Дали нам 3 очка навыка. Давайте я возьму наверное финты. Чтобы было легче нам в штрафной разворачиваться. И так. У нас появилось какое-то решение в событиях. Хорошая игра в матче. Прокомментируйте свое выступление в прошлом матче. Так. Похвалите себя. Поблагодарите всех поклонников в соцсетях. Вы очень рады что ваша игра в центре внимания. Похвала для партнеров. После игры произнесите речь в раздевалке. Сказав что это командная игра и отличились все. Дальнейшая упорная работа. Поблагодарите за слова. Однако. Добавьте что вы знаете что вам нужно усердно работать. Чтобы улучшать свою игру. Ну не будем ничего вот этого выделяться. Оставим как есть. Хоть у нас добавили сейчас очки стержня. У нас вроде как чаще всего за матчи естественно идут очки одиночки. Вот. Хотя нет кстати. Уже и стержня добавились. Скорее всего из-за того что да мы сейчас вот эту вот речь произнесли 1477 очков стержня и 1402 очка одиночки. Ну и радостные новости. КПР сейчас на первом месте после 8 туров. 19 очков на 2 очка. Опережает ближайших преследователей Престона и Халл Сити. Кстати с которыми будем играть в следующем уже выпуске. Так. Ну и у нас снова появилось здесь решение в событиях прочитать книгу о любимом футболисте. Прочитать автобиографию вашего кумира детства. Чтобы понять причины его успеха. Ну выполним. Раз это вообще бесплатно. Почему бы и нет. Еще и вот очки маэстро и стержня мы получаем. Итак. Мы накопили 11 тысяч. И давайте вот 10 тысяч потратим. Купим топовый гибридный матрас. Инвестируйте в лучший сон из возможных. Ну. Покупаем. Очки одиночки 25. И очки маэстро тоже 25. Друзья. Мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Давайте пробежимся по нашим результатам. У нас 8 игр в чемпионшипе. 7 забитых мячей. И 9 голевых передач. Средняя оценка 8.3. Волкер сейчас лучший бомбардир чемпионшипа. У него 7 забитых мячей в 8 матчах. Есть еще и Мунис. У него 7 забитых мячей. Но в 9 матчах они вот на одну игру больше уже отыграли. Ну и также Волкер лучший ассистент. 9 голевых. В 8 матчах. Ближайший преследователь. Всего лишь 5 голевых у Калу из Уотфорда. На этом все, друзья. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей. И канал Футбол. Это ожиданное встречи, друзья. Всем до свидания.